Объект культурного наследия, доходный дом Челышова на улице Красноармейской, построен в 1899 году. Тогда здание было предназначено для сдачи квартир в наем. После революции в 1917 году дом национализировали и перепрофилировали в коммуналку. Сейчас 90% квартир в доме Челышова приватизированы, а само здание нуждается в ремонте. Как привести его в порядок, обсуждали на приеме граждан депутата Госдумы Александра Хинштейна с участием городских властей. Наш долг сделать так, чтобы и этот, и второй малый Челышевский дом на фронте, который, по сути, его близнец Красноармейской, чтобы нам их сохранить для будущих поколений. Все органы власти, уполномоченные, в том числе и Управление госохрана объектов культурного наследия Самарской области, и муниципалитет, и район, и Департамент управления имуществом городского округа Самары, все, безусловно, заинтересованы в сохранении объекта, который представляет собой объект культурного наследия федерального значения. Для поиска решения депутат Александр Хинштейн и представители профильных ведомств запланировали совместный выезд на объект, чтобы организовать коллективную встречу с жильцами. Я заехала в этот дом 30 лет тому назад. Вот, и нельзя сказать, что он хороша с каждым годом. Все срастется, и диалог с муниципальными властями, в том числе, наладится. Напомним, 20 сентября дом Челышова взяли под охрану как объект культурного наследия. Историческую ценность представляет как само трехэтажное шестисекционное здание, так и декоративные элементы и художественная отделка. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok